Пока в Сочи полным ходом проходит 30-й международный фестиваль команд КВН, мы подводим итоги прошедшего сезона. Друзья, всем привет! Это вторая часть видео, в котором вы голосуете и выбираете лучших из лучших. В первой части ролика было 5 номинаций, и в каждой из них по 5 номинантов. Сейчас я представлю тех, за кого было отдано наибольшее количество голосов. В номинации команда «Открытие года» с огромным перевесом победила команда КВН «Такто». Ну, чтоб вы понимали, мы из тех людей, которые, когда живут в гостинице, перед приходом уборщицы немножечко убираются. Набрав больше половины всех голосов, зрительский кивин получает команда КВН «Наполеон Динамит». Вокалистом года, по вашему мнению, является турник Квитатиани. Ведь я борец, которая поет. В номинации «КВНщица года», набрав 56% голосов, победила Анастасия Сергеева. И с огромным отрывом от соперников, в номинации «КВНщик года» побеждает Богдан Лисевский. Жалко, КВН не может сделать тебя адекватным. Да, жаль. И вот теперь, когда вы знаете, кто победил в персональных номинациях, можно перейти к юмору, к шуткам и выступлениям команд. Принцип голосования простой. Я объявляю номинацию, потом рассказываю о пяти претендентах, а вы голосуете в опросе в правом верхнем углу. С каждым годом в выступлениях команд все чаще можно увидеть приглашенных звезд. Певцы, актеры, спортсмены, телеведущие нередко появляются на сцене КВН, чтобы поддержать команду. Привет, ребята! В последние годы команды так часто стали приглашать звезд, что в адрес некоторых из них посыпались обвинения в злоупотреблении такой возможности. Однако есть команды, которые стараются играть честно и не зовут звезду ради звезды. Как раз такие примеры и попали в номинацию «Приглашенная звезда года». Совсем не обязательно, чтобы гость команды был главным героем номера. Выход может быть эпизодическим. Главное – это контекст появления, материал и то, как он был подан. Отличный пример удачного совмещения этих принципов – выход актера Владимира Сычева. В музыкальном фристайле команды «Будем дружить с семьями». Володя, он меня недооценивает, я заслуживаю большего. Что ты мне так все это говоришь? Вон он рядом сидит, повернись и скажи ему в лицо. Третьим конкурсом в одной четвертой сезона был Стэм, главное правило которого – показанная история должна быть основана на знакомом сюжете. «Приглашенная звезда» не обязательно. Команда КВН «Такто» решила показать номер по сюжету классического произведения «Преступление и наказание». Сюрпризом для зрителей было появление на сцене про Хорошаляпина. «Ну что ты, растерялся, давай уже возьми топор, рубани ты ей как следует». «Мужчина, а вам-то какая разница?» «Большая трехкомнатная разница». Самая ирония артиста и хороший текст делают Прохора вторым претендентом в номинации «Приглашенная звезда года». «Ладно, Прохор, спасибо». Больше всего приглашенных звезд в этом сезоне было у команды КВН «Раисы». И нередко выход артистов был неоправдан и не всегда смешным. Но на этапе 1-2 команда показала Стэм, в котором приняли участие Аркадий Укупник и Игорь Николаев. Лучше всего себя проявил последний, поэтому именно Игорь стал третьим номинантом. «Давайте заново». «Извините, а можно дубль до конца доводить, а как-то непрофессионально получается?» Ни одна игра отборочного этапа сезона не сравнится с финалом по количеству приглашенных звезд. Команды идут на все, чтобы заработать дополнительные баллы и стать чемпионом, но только не плюшки. Ребята решили, что их козырь – это своеобразный юмор. А если и звать кого-то со стороны, то это должно быть оригинально, смешно и оправданно. Появление Юлии Меньшовой в номере плюшек было как раз таким. Интересная идея и хорошо поданный материал помогли сделать это выступление одним из лучших в финале года. За 10 лет вашей жизни все круто изменилось. У вас тоже, говорят, скоро вы будете вести еще одну передачу на первом. Ой, пусть говорят. Команда КВН «Русская дорога» – одна из самых малочисленных в этом сезоне. На сцене всего 4 актера. Однако с тех пор, как команда только появилась, в ней был пятый участник – Юра, которого никто никогда не видел. Юра, музыку выключи, сейчас аккумулятор на бобике сядет, ты его один до Армавира толкать будешь. Раскрыть секрет и показать того самого Юру «Русская дорога» решила на финале года. Юра, это Юрий Викторович Аксюта? Музыкальный продюсер Первого канала? Не все было гладко в появлении гостя на сцене, но за старание и хороший юмор Юрий Аксюта, а вместе с ним и «Русская дорога», стал пятым претендентом в данной номинации. Кучка, пуль, брус, слышишь, я уже прям чувствую запах успеха. Это не от нас, это от дяди Юры. Проголосовать за того, кто, по вашему мнению, является лучшим, вы можете прямо сейчас. Опрос уже появился, и у вас есть некоторое время, чтобы отдать свой голос. Вторая номинация в этом ролике посвящена видеоконкурсу. Свои клипы команды показывали в полуфинале. Всего их было 10. Поэтому я попросил подписчиков нашей группы помочь мне с выбором 5 номинантов. Настоящий клип про настоящую любовь показала команда Квен Плюшки имени Ярослава Мудрого. Любовь стучится в двери вновь, любовь гоняет вена в кровь, и я поддался снова ей. Самый популярный жанр музыки сейчас – это рэп. Поэтому команда Такта решила поддаться течению и снять свой клип под качевый бит. Снять музыкальное видео для своей группы решила и команда Квен Русская Дорога. Рэперы у них были давно, а вот клипом обзавестись не успели. Во втором полуфинале команда Квен НАТИ показала пародию на региональную рекламу. Закрывала конкурсную программу второго полуфинала видеоработа от команды Квен Вятка. А я главное ради него ведь все, я и в Сочи летал, и в этот самый Светлогорский, в Куево-Дуду. Голосование началось, поэтому выбирайте лучший клип. А если вы считаете, что лучшее видео не было представлено, тогда голосуйте за него в нашей группе ВКонтакте. Ссылка на голосование будет в описании ролика. Одной из проблем современного Квен являются повторы, вторичность и плагиат. У кого-то это замечено в меньшей степени, у кого-то в большей, но тенденция прослеживается. И данный сезон не стал исключением. Я предлагаю выбрать самый очевидный пример повторов плагиата в номинации «Баян года». Все команды в этой категории были не раз замечены в заимствовании чужого материала. Поэтому на голосование выставляется и шутка, и сама команда. Первая в списке – сборная бывших спортсменов. Короче, все, надоело, давайте прыгаем и бежим. А ты уверен, что побежишь быстрее медведя? Я уверен, что побегу быстрее тебя. Давай! Еще одна сборная, замеченная в использовании чужих идей – сборная Великобритании. Что это за слово? Защищающуся. Ну хорошо, Оскар, чтобы тебе легче было прочитать, давай напишем английскими буквами. На основе картинок из интернета команда пишет целые номера. Не гнушался повторами и чемпион этого сезона – команда Квен Вятка. С неба до земли, у жирафа сопли текли. Отгадайте загадку, что у слона длиннее, чем хобот. Ну что еще? Сопли. Команда Квен Нате также была замечена в повторении реприз, показанными другими командами. Слышишь, между прочим, я медийное лицо. И правда, есть умшута от медии. Да не переживай, Нурлан, у меня же лицо как у медии. Кумар, медийное лицо, медийное. Еще один финалист этого сезона, попавший в номинацию «Баян года» – команда Квен Борцы. Голосовать можно уже сейчас, а позже в комментариях напишите ваш пример самой баянистой шутки этого сезона. Кроме того, что Квен – это любимые команды и смешные номера, в каждом его сезоне найдется то, что подпортит впечатление о нем и сделает далеким от идеала. Четвертая номинация посвящена моментам, за которые, если не стыдно в этом сезоне, то неловко точно – фейл или провал года. Одно из первых, что приходит на ум, когда говоришь о недостатках современного Квен – это описанное выше – повторы, плагиат и вторичность. Конечно, это не самая главная проблема клуба, но моментами бывает стыдно за команды и возникает вопрос – а где же были редакторы Квен? Парни, подождите, так еще же были матчи с Уругваем и Хорватией? Не было. Подождите, еще с испанцами играли? Не играли. Как не играли? Так не играли. Часто зрителями на игры приходят известные личности – бывшие КВНщики, спортсмены, телерадиоведущие, певцы, актеры, реже – политики. Еще реже на КВН приходит президент страны. Как правило, это происходит перед важными политическими событиями, что выгодно одной стороне, но вредит игре. Яркий пример такой игры – третья 1-8 финала. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Еще больше шуток о власти, о президенте и о политике в целом, но самое главное, что лишь некоторые из этих шуток по-настоящему смешные. Поэтому игра получилась не совсем удачной и набрала столько дизлайков на ютуб. Еще один претендент на звание «Провал года» – спецпроект «Встреча выпускников». В отличие от прошлых подобных спецпроектов, в этот раз играли две команды – СОК «Самара» и Казахи «Астана». Уже этот факт у многих вызвал подозрение, что игра не будет такой же интересной, как предыдущая. А скучное выступление и спорное решение жюри только подтвердили подобные мысли. Я, так бы честно говоря, сделал бы ничью в сегодняшней игре. На музыкальном фестивале в этом году было роздано 8 наград. Одна из них – президентский Кевин. По решению Александра Васильевича специальный приз получила команда КВНВДВ «Умные люди». Калининградская область славится своими тополями. Ну а мы десантники, мы тополиный пух. После выхода эфира фестиваля у многих зрителей возник вопрос – почему именно они? Чем были хуже команды, оставшиеся без наград? Разный есть народ в нашем строе, ну а во главе эти двое. Странное решение Маслякова – четвертый претендент на звание «Провал года». Однако наибольшее осуждение со стороны поклонников КВН вызвало решение другого человека. После выставления и подсчета всех оценок в финале, Константин Эрнст взял слово и попросил президента клуба сделать чемпионами команду КВН Раисы. Мы просим в этом году двух победителей. Танцуйте, девчонки! Таким образом, КВН получил двух чемпионов и самое задизлайканное видео на канале КВН на ютубе. Уже прямо сейчас вы можете выбрать главный «Провал года». То, за что КВН, если бы мог, краснел бы. И последнее, самая главная номинация. То, за что мы и любим КВН. Болт года. В ней представлены пять лучших шуток финалистов этого сезона. Тех команд, которые с КВН попрощались. Зачем мы его позвали? Теперь Пелагея не даст нам Кевина, потому что он не выбрал ее. Это трек про его бывшую, ее зовут Оля. Выкуси овца, у меня концерт в Крокус-Сити-Холле. Бегала Оля до перекати поля. Игорь Владимирович, я уверен, вы справитесь. Да, я не сказал с чем. Но с чем бы я не сказал, я уверен, вы... Перед вами выступала команда КВН «Плюшки» имени Ярослава Мудрого. Мы вот отсюда, вот сюда. Это хоть нашу? Да. Чтобы вот здесь вот хорошо было. Александр Васильевич, власть уданная вам над этим человеком? К счастью, пятью шутками все не ограничивается. За которые, кстати, вы уже можете голосовать. В конце ролика вы увидите самые смешные репризы этого года. А я лишь напомню, что результаты голосования вы узнаете в одном из следующих видео, либо, на крайний случай, в нашей группе ВКонтакте. Там они точно будут. Ставьте лайк под видео, если оно вам понравилось. И подписывайтесь на канал. Всем спасибо и до встречи. Я на самолете, а не на поезде. Я на такси, а не на метро. Я в хаяте, а не на хате. Мы команда. Сборная МВД, а им зачем КВН? Ну как, они хотят показать, что в России есть нормальные, адекватные сотрудники полиции. А на работе это нельзя показывать? Ну в смысле... Мы ни хрена не видим. Ну, короче, надо обновить. Когда Петя переключал телеканал «Спас», он на всякий случай говорил «Прости, Господи». Откуда он все движения знает? Так у него мама за них играет. Ага. Ага.